Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Девчонки, в этом ролике я сегодня хочу показать вам часть своего ухода. Давайте я его тоже буду делить пополам, потому что очень огромный ролик получается, минут на 40. Не буду, буду постараться побыстрее вам рассказывать, показывать все эти средства, а в других уже видео покажу. Также вам постепенно буду делиться всеми открытиями и какими-то находками из декоративной косметики. Первое, начну со средств для волос. Это просто бомба. Девчонки, писала в запрещенной сети отзыв, средства 2, кондиционер и шампунь для волос от Ли Стефорд. Это просто что-то классное, крутое. Объем от этой текстуры, что ли, такой создается для тонких, лишенных объема волос. Это просто находка. Он такой плотный, вы выдавливаете, ну такой как гель, его не очень много надо, и он вспенивает вам шапку на голове. Не высушивает кожу головы, смываете волосы блестящие, даже без кондиционера, рассыпчатые, не путаются. При этом я показывала, да, опять же говорю, в запрещенной сети, видео, как без фена. После того, когда я только высушила волосы, перекидывая их сбоку на бок, какой объем получается вот шапка у корней. Ну просто оттас. А если посушить феном, это вообще. Поэтому советую для того, у кого тонкие волосы, попробуйте. И вы знаете, все же вот несмотря на то, что здесь довольно мощные силиконы, они не высушивают все волосы по всей длине и не вредит этому. То есть голова не чешется. Я просто в восторге. Покупала в гипермаркете магнит. Обратите свое внимание. Круто, супер. Далее следующее для волос. То, что я бы, наверное, не могла советовать. Это вот как раз тоже шампунь, заявленный как для объема волос от Натура Сибирика. Био шампунь. Вы знаете, здесь протеинные молока яка, какие-то вот эти натуральные ингредиенты. И я думаю, что они у меня как раз вызвали вот это не очень приятное ощущение зуда, что ли, кожи головы. Как будто бы вот болячечки стали появляться. То есть, как правило, сразу они образуются вот в этих местах у меня, под шеей. И они такие вот свербящие, да, как бы зудящие. Долго проходят. Реакция, видимо, на какой-то вот этот органический компонент. Если у вас нет такой вот, к сожалению, да, части даже, минуса вот этого, то попробуйте. Но единственное, что цена качества 250 миллилитров. И вот эта цена одинаковая. Вот я брала только по скидке Листаффорд 300 рублей. Если он без скидки, он дороже, конечно. А так я бы, конечно, обратила внимание именно на тот. Этот очень специфический шампунь, возможно, не всем подойдет. Снова приобретать не буду и останавливаться долго на нем не буду. Также следующая новинка для волос. Это маска очень неразрекламированная, так сказать, очень многими уже опробована. Но до меня только сейчас почему-то дошло. Вот надо, Ин, попробуй. Интенсивно увлажняющая маска, питательная даже, с такой небольшой пометочкой, с алоэ вера у меня. Потому что они есть в одинаковом формате, но вот с разным, да, направлением. Чтобы вы имели в виду, что у меня это. Это коралл, или как правильно эта фирма читается, подпишу, если плохо видно на видео. Пишите мне в комментариях, всегда вам отвечу. Здесь 500 миллилитров. Я брала в золотом яблоке, там 1200 она почти обошлась, да, недешево. Но с другой стороны, нормальная маска, блин, она дешевле, за такой объем куда. Поэтому, вы знаете, с удовольствием попробую, обязательно тоже, опять же, там же сделаю отзыв, в первую очередь, запрещенной сети. Кому важно, заходите, смотрите, если вам хочется побыстрее узнать мой результат. А в будущем, в пустых баночках, вам расскажу свои впечатления. У многих единственный отзыв, девчонок, складывается, это то, что аромат не нравится. Ну, как бы, я на это не сильно прям уж реагирую. Если он вымывается быстро с волос, то не чувствуется в течение дня, то это особо не проблема. Там 15 минут подержал, маску смыл, самый главный эффект. Но отзывы очень хорошие на нее, что волосы там прям супер увлажненные становятся. Дальше, следующий кондиционер, который мне очень понравился, девчонки. Это OGX, вот это вот фирма, бренд, как правильно, да, я... И, конечно, это производство у нас получается Великобритания. Он вот как-то так медленно, мне кажется, уходит с рынка. Но вот только мои руки сейчас дошли попробовать эту линейку. Я взяла именно которая с кокосом. Ну, попробовала только пока кондиционер. Потому что вот именно меня интересует пометочка, где кондиционер для волос, а не бальзам. Он очень классно кондиционер со всеми шампунями. Волосы вот сегодня я мыла тоже, да. Они такие мягкие, подвижные становятся, то есть склеенности, утяжеленности нету по всей длине. Он очень приятный аромат кокоса имеет. Беру где-то такие, да, большие две горошины на свой объем волос. Хорошо смывается. Ну, для более пучевых эффектов лучше подержать хотя бы минутки-две, если у вас есть время. Но вот это как бы такой кондиционер, который мне как показалось заменяет и маску даже. Поэтому девчонки многие мне тоже писали свои отзывы, что им понравилась вот эта вообще вся линейка. И я хочу попробовать с аргановым маслом. Напишите, стоит ли покупать, потому что один кондиционер и шампунь по отдельности только стоят по 799 рублей. То есть такая цена, да, не бюджетная. Поэтому это не за 200, не за 300 рублей. Далее следующее, что у меня еще для волос, а ничего. Давайте покажу для тела. Тот скраб, о котором я вам говорила, мне очень сильно он понравился. Это в тех роликах, о котором я говорила, что лучше доплатить. Да, стоит он не суперогромных денег, 800 рублей. Но он экономичен за счет того, что он эффективный. И мало того, что здесь вот этот объем 600 грамм, это прилично. Вам немного надо, но он хорошо распределяется по телу. Буквально, да, я беру на верхнюю часть, там на нижнюю тело, за два захода по чуть-чуть. И он так разносится отлично. Аромат бомбезный. У меня с клубникой, вот этот розовый у меня именно скраб. Он имеет такую консистенцию, как какой-то, не знаю даже, как объяснить это, какой-то сахарный, там и как кремовая консистенция. В то же время она густая, она прям так тщательно выедает всю грязь с кожи, но при этом не высушивая ее, и вы выходите из душа, и у вас тело такое, знаете, прям вот как будто смазанное маслом. Круто, очень нравится. Ну, аромат, конечно, приводит в восторг. И вообще приятно пользоваться. В общем, Geomar, Geomar, как правильно эти скрабы, попробуйте. Единственное, что у меня до этого был большой пробник сэмпл с виноградом, виноградом такая фиолетовая упаковочка, мне не очень понравилось, потому что у меня были ранки на руках, и когда я распределяла в душу, мне очень сильно пекло. С этим такого нету, когда вот где-то есть, да, там порезы какие-то, мало ли, там что-то случилось, то, конечно же, попадая на эти ранки, такого нету вот эффекта. Здесь вот именно с виноградом у меня так было. Далее следующее, что я еще вам покажу. Крем для лица у меня вот этот вот в очередной раз тоже брала, не раз вам о нем рассказывала, с Баобабом. Коллагеновый, The Saem. Очень хороший для теплой зимы, для весны, лета. Идеальная текстура. Хорошо распределяется, не забивает поры, прекрасно увлажняет. В то же время, мне покажется, иногда как питает даже кожу, не конфликтует с тональными кремами. Такой хороший, я бы сказала, даже бюджетный, тональный, ой, уходовый крем. Поэтому советую обратить вам свое внимание. На нем не плывет косметика, он такой, он быстро впитывается. Очень нравится, классно. Далее, следующее, крем для кожи вокруг глаз. Я вам буду свитывать миллион раз его, кто еще не пробовал. Да, его хватает не на очень долго. При ежедневном использовании утром, вечером, ну где-то на полтора месяца. При таком нормальном расходе. Если вы экономить будете, то можно на два месяца. Он идет вот в такой упаковке. Это корейский производитель, Хэймиш. Внутри идет лопаточка, красиво так все оформлено. Я ей пользуюсь, потому что я пальцем туда не лазаю. Он похож по текстуре чем-то на, если вы пробовали, Шесейда Бенефианс. Такой вот в стальной золотой упаковке. Но он подорожал. То есть он стоит там почти 4-4, 200. Может даже дороже уже, если он есть в продаже. А этот, он получается где-то полторы тысячи. Но он оправдывает свою стоимость, девчонки. Периодически на себя можно потратить такие деньги. Тем более область вокруг глаз нуждается в этом. Консистенция прекрасно распределяется. Его не чувствуется под лазами. Он не конфликтует с консервером. Он не блестит. Он сразу впитывается. Вы его вообще не видите. Так комфортно. Если где-то, например, почесали глаз. У меня такое бывало, да. Всякое может быть. Еще что-то там. И попадает крем вот, да, на слизистую куда-то. Не дай бог. Это, кстати, хочу тоже подметить. Не щипет, не раздражает глаза. Мимические морщины вокруг вот эти вот все маленькие. Все очень хорошо разглаживает. Он имеет эффект высветления антивозрастного эффекта. Вот это Break Brightings. Очень советую вам. Попробуйте. Классная вещь. Опять же, название не видно. Пишите. Подпишу. Маска для лица. Очень понравилась. И взяла ее в большом формате. Клиентка мне дарила такой сэмпл. На Новый год попробовала и влюбилась. Она на основе глины Депила Тач. Если правильно читаю. В основном ее берут косметологи к себе в уход. У этой фирмы там много чего есть направленностей. Но вот у меня именно противовоспалительная. Для лица на основе зеленой глины. Экстракт листьев оливы, цветков мерта, зеленая глина. Вот в составе. Здесь 250 миллилитров. 700 с чем-то рублей за нее платила. Такая консистенция. Я вам сейчас покажу. Не очень приятный аромат. Ну, в принципе, 15 минут подержали, смыли. Ничего страшного. Можно потерпеть. Я бы не сказала, что он противный какой-то. Нет, ну, просто такой вот. Ой, все падает. Пачкаю руки. Такая как глиняная гасиста. Вы набираете, разносите по лицу тонким слоем. Ее надолго хватит. Вот даже таким слоем, в принципе. И когда смываете, кожа прям такая, знаете, пора стянутая. Она светлая, упругая, плотная становится. Очищенная, дышит. Классно. Состав очень хороший. Поэтому советую вам обратить свое внимание. Раньше она была в другом формате. Вот сейчас вот я ее нашла только пока в таком. Она везде продается. Дальше. Что я вам хочу показать еще. Для лица. Как-то у меня давно уже был этот гель для умывания. Я решила его взять снова. Это La Roche-Posay для жирной, чувствительной кожи. Это очень важно, эта пометка. Потому что я бы не сказала, что у меня прям очень жирная теперь кожа стала. Но она чувствительная. Иногда все вам выделяется на этой зоне. Так вот, мне нравится, как вот этот Фокларовский La Roche-Posay пенится достаточно хорошо. Не стягивает, смывает грязь. Не сушит кожу. Поэтому во всех смыслах я им довольна. И советую вам, если кто не пробовал, хорошая цена-качество. Она очень долго хватает. Люблю этот гель для умывания. Дальше. Для ухода за лицом еще у меня, значит, вот такой вот был. И есть. Я им еще пользуюсь. Гиалуроновой кислотой и лосином. От Giltek Tonic. Тоник для лица. Решила попробовать эту фирму. Потому что ее очень многие хвалят. У нее хороший состав. Это наш российский производитель. И вы знаете, он такой вот немножечко легкую липкость имеет. Но он впитывается быстро. И за счет этого он не такой быстро, как сказать, течет. Но при этом очень хорошо распределяется. Здесь состав, вернее, мало. Здесь миллилитров сто. И вы знаете, я вам хочу сказать. Вы можете и через ватный диск использовать. И через просто руки. Через пальчики удобнее. Потому что не столько много забирается средства на ватный диск. И увлажнено лицо. Он успокаивает его. Очень хороший состав. Если у вас капризная кожа. Вы проходите какие-то процедуры по лицу. Обратите внимание вообще на эту фирму Giltek. Я буду пробовать у них и другие средства. Потому что на самом деле очень такая фирма. Вы знаете, молодцы, хороший бренд. У них там и кислоты есть. Маски разные. Крема хорошие. С ретинолом. Есть какие-то маски. Вот именно с хорошими такими наполняющими ингредиентами. Которые работающие для нашей кожи уже не такой молодой. Поэтому Giltek мне очень понравилось. Буду у них еще что-то пробовать. Две сыворотки. Про одну уже говорила в предыдущем видео. Долго не... Это сыворотка Jumisoo All Day Vitamin. В общем, Brighting Balancing. Которая выравнивает цвет лица. Осветляет. И если неровность кожи. Там какие-то микро, да. Вот эти... Как рельеф. Он выравнивает. Но витамин С вообще круто работает. Поэтому Jumisoo брала на зоне. Обожаю. Обратите свое внимание. Девчонки, никто не остался вроде разочарован. По-моему, мы свое это уже покупали. Отвеши гиалуроновая сыворотка Mineral 89. Что могу сказать? Хорошо увлажняет, но пока ты ей пользуешься. Работает круто. Как за место какой-то маски. Особенно, например, с утра. Ты нанес несколько капель. И у тебя такая хорошая, наполненькая, увлажненная кожа. Но это все же, я так понимаю, вот эти вот... Синтетические, как они, Господи? Силиконы вот эти работают. То есть они, да, дают вот этот временный эффект. То есть это не уход накапливающий. Это не про то, что вы за здоровье кожи, да. Это временный эффект. Поэтому, конечно, цена доступная. Можно взять, попробовать. Ну, вот как такое иногда побаловаться. Чисто уход, вот именно, чтобы я видела, вот перестала пользоваться. И моя еще потом кожа бы там в течение нескольких дней была бы в порядке. Именно увлажнена. Нет. Вот перестаешь, уходит эффект. Мне это не очень понравилось. И еще вот такое вот средство. Это от Джумису, опять же, производитель предыдущей, как у сыворотки. Только другая линейка. С кислотами АХ, БХА кислоты здесь идут. Функцию выполняет как-то уже высветление кожи, выравнивание. Там не ацинамид в составе идет. Поррест. Вот такая линейка. У меня и другие средства от этой линейки есть. Поэтому могу советовать. Очень нравится. Он мне сейчас в уходе. Поэтому супер. Прям вот начала пользоваться тоже. Прекрасный тонер. Вообще классно. Так хорошо. Не щипит там ничего с кожей. Такого не происходит. Не краснеет она после него. Несмотря на то, что, опять же, там кислоты. Он не ядерный. У меня были ядерные тонеры. Их я вам покажу в пустых баночках. То, что не советовала бы покупать. Ну и еще из новинок. Вот тут у меня такое гидрофильное масло Кора. Кора взяла, решила взять на замену от Биаре. Конечно, разница есть. Все же Кора стоит там 390 где-то рублей. Вот за этот объем. Биаре такой же объем. Он стоит уже где-то полторы тысячи почти. Цена поднялась. Но сравнивая по результату, Кора не так детально очищает кожу до конца. До скрипа, как Биаре. Если, пользуясь косметикой, умылись этим гидрофильным маслом. Провели там очищение еще умывалкой. И потом вот я пользуюсь ватным диском. Убираю там грязь. Ну то есть тоником прохожусь. Я вижу, что после Коры у меня на тонике еще до сих пор присутствует какая-то вот налет вот этой косметической тонального крема. Ну чего-то такое. А в данном случае, например, вот с Биаре такого нет никогда. То есть там всегда по-любому стопроцентное удаление макияжа. Поэтому решайте сами. Лучше доплатить. И хватит. Кстати, Биаре там надолго хватает. Поэтому я очень люблю этот японский бренд. Мне кажется, он круто выполняет свои функции. И последнее, наверное, вот что в этом ролике я вам покажу. Из новиночек. Вот было у меня как-то я хотела уйти от гель-лака. Но я ушла на 3 месяца. Больше не выдержала. Потому что у меня очень хрупкие ломки ногти. Хотела спастись вот таким вот средством. А цель с Эли Хэнсон. Но вы знаете, сразу скажу, что не сработало. Быстро облупливался он у меня. Вот где-то через сутки, полтора, вот где-то с кончиков ногтей. И мне приходилось снова его наносить. Для того, чтобы сохранить эту длину. Поэтому с ним очень трудно отрастить ногти. Кто-то писал очень хорошие отзывы. Да, где-то сверху пластину укрепляет. Но он все же хуже для меня, чем умная эмаль. Умная эмаль, либо вот подобные, да, вот эти от Эвелайн. 8 там в 1 или 14 в 1. Она прям вот каменно делает ногти. И вы там точно отрастите. С этим я не могу точно вам рекомендовать. И стоит она намного порядок дороже, чем вот та же от Эвелайн укрепляющая база. Вот это средство от Эли Хэнсон точно могу рекомендовать. Очень понравилось. Девчонки, советую вам. Это инстант кутикула ремоувер. То есть как гель. Наносите на кутикулу по капельке, на все пальчики. Разносите там апельсиновой палочкой. Ничего особо отодвигать не надо. Ничего возиться. Оставляете так. 15 секунд смываете теплой водой. Все. У вас нет кутикулы. Периодически использую. Даже вот когда сделан маникюр, где-то через полторы недели появляется вот эта кутикула. Да, уже неприятно. Я наношу, и он мне работает отлично. Вот это классная вещь. Но не попадайте сильно на кожу, не на какие-то раны. Потому что печь будет, и такие как не ожоги получите, но там очень мощная формула, потому аккуратнее. Вот такие вот были у меня новинки из ухода. Вроде пока все показала. Давайте в будущем еще, смотрите, там пустые баночки, наверное, накапливаются. Там кое-что будет новенькое, потому что все, что закончилось, я уже кинула туда. И также декоративная косметика, как обещала. Спасибо огромное всем за просмотр, девочки. Всех вас рада видеть. Всегда заглядывайте ко мне на канал. Всем пока-пока.